Яшился к веку, Лукашенко даручил чиновникам принять утикачев из Украины. Але украинцы едут в Беларусь неохотно, имкнувшись обрать для переезда иншую Украину. Чтобы мы могли принять этих бедных людей. Это бедные люди, которые по трое суток по неделе вообще ничего не ели. И детки голодные. Те справились и белорусские чиновники, навык за незначным наплывом украинских утикачев. По воде державных от Талибатшиня так. Яну часто рассказываю, что украинцев, які избегли от войны, сели в санаторий и дозабеспечиваются всем необходимым. Але мы доведались, что насамрэдж отбывается за стенами тех самых санаториев. Какое ставление сбоку белорусской державы отчули украинские утикачи. Помощи нет никакой. Более того, нужно за все платить. Я так понимаю, что вообще понятия беженца, войны и так далее нет. У той же час белорусские меды часто критикуют замежные краины за кепское ставление до украинских утикачев за межой. Так як же їх там проняли? Мы получаем пособие. Это 200 евро на ребенка и 350, около 350 евро на взрослого человека. Як живуть те украинцы, які не покидали свою краину, але были вымушенны и бегчы у большебеспечные регионы. Тепотримливая их держава. И чому яны не зъезжают на Заход? Я Арина Малиновская. В сегодняшнем выдании щиро кажучи разом с нашими инсайдерами мы поравнаем, як допомагать украинским утикачам у Беларуси, Польши, Немеччине да Испании. Прочувствовала очень сильный контраст, как только пересекла границу между Польшей и Беларусью. Я вышла на мой вокзале, хотела просто помыть после долгой дороги ребенку руки, меня не пустили бесплатно в туалет. Когда я сказала, что мы как бы бежимся с Украины, и я еще не успела просто поменять денег, мне сказала, женщина, это ваши проблемы. Ну и так дальше у нас, в принципе, тут все и шло. Гэта история украинки, якая с двума детьми поехала у Польшу, а наприконцы Саковика рушила у Беларусь. Тут яна народилась, а тому думала, что у Беларуси ей будет лепей. Спочатку польский бок не дозволя украинцам без обмежованных по шпартову выезжать со своей территории. Але як только обмежевание обмянили, Жаншина переехала на Гомельщину. Помощи нет никакой. Более того, нужно за все платить. Я так понимаю, что вообще понятия беженца, войны и так далее нет. Даже для того, чтобы мне оформить документы и здесь зарегистрироваться на год, нужны весомые аргументы для этого. Война – это не аргумент. То есть я сейчас бегаю, достаю различные бумаги, которые подтверждают, что я уроженка, что я когда-то была здесь прописана. Для того, чтобы меня зарегистрировали здесь на год. Жаншина расповедает, что за регистрацию у Гарвы Канками заплатила 32 рублей. Теперь еще треба выдатковать гроши на обновление документов. Переклад с украинской на российскую умову – Натаруса. Были надея, что допоможа Гарвы Канкам, а летам ей пропоновали свернуться у червоных крыш по гуманитарку. У меня какая-то минимальная сумма на первое время была с собой. Если бы не было денег, мы бы здесь просто-напросто не вышли. Утякашка из Украины расповедает, что по Кольщу живе у родных, а ли не может уладковаться на працу. Мне сказали в горосполкоме, что с временной регистрацией, даже на год, я не имею права работать без специального разрешения, которое должен получить работодатель. В Гомеле ни один работодатель не хочет этим заниматься. Назад у Польши у Жаншина вернуться не может. В Польше только один раз без загранпаспорта принимают по внутреннему украинскому паспорту, как беженца. Если ты покидаешь эту территорию, то они уже больше с этим паспортом тебя не зарегистрируют. Выехать и снова вернуться я не могу. По выделе помежных аккомитету Беларуси с початку войны у Беларусь пробыли коля 27 тысяч утекотшов из Украины. Державные белорусские медиа активно рассказывают, как Беларусь гостина, примая украинцев. Кормить, лешить, селить в санаториях. В чемоданах у граждан соседней страны теплые вещи, лекарства и средства личной гигиены. Многие не смогли оставить своих питомцев. Домашние животные теперь живут вместе с хозяевами в санатории «Золотые пески». Сюда начали расселять людей, которые бежали от военных действий на территории Черниговской области. Условиями проживания все довольны. В номерах тепло и чисто. Кормят хорошо. Алемы высветлили, что у реальности все крыху и нагш. У санаториях украинских утекотшов бесплатно селить только на месяц. Далее треба платить. Вот такие листы отрымливают утекотши, которые живут у тех самых санаториях. Администрация Куб Санаторий «Золотые пески» информует вас об закончении оплаты вашего перебывания в нашем санатории за кошт державного бюджета Белорусского товариства «Червоного крыжа» и поведомляет вам про выезд в санаторию. Далейшее перебывание на территории санаторию могчим и на тех же умовах за наявный разлик. Кошт сотни перебывания – 48 рублей 60 копеек. А учатых белорусских волонтеров размещают заклики для помогать украинским утекотшам. Санаторию «Золотые пески» выселяют у сих с 06.05. Шмадзетная семья знайшла працу у «Червоной будзе» с жильем. Остатние зъезжают на родиму. У нас застаются два подопечные, яны пасля ранения и операции. Або два не вельми сами сдольные перасовываться. Их просто выгоняются на улицу. Что нам робить, мы не ведаем. Можно перевести их у Гомель на час и снять некое жилье у нашим районникам за имя доглядать. Але кошты завоблачные. Час у нас нема. До пятницы вечера. Тобок санатория литерально на улицу выселяют навыд пораненых, хворых людей. Допомагаю тякачам не держава, а червоный крыш. Гэты допомоги не стоя, яна различная только на перший час. Тому большаясть обовязков берут на себе мясовые волонтеры. Вот что нам на умовах анонимности распавел один из них. Допомагаем, починаючи от элементарных сродков особистой гигиены, необходных лековых сродков. Люди живут с гипертоничными захворванями, с хроничными захворванями. Некто не поспел взять с собой леки, у кого стены скончились оденьям, обудкам, детячим харчуваням, детячей особистой гигиены, цацками. Особная группа волонтеров допомагает с живелами. В 2014-2015 годах, когда только начался конфликт на Донбассе, в Беларусь из Украины приехали 16 тысяч человек. И 1600 украинцев попросили статус утекача, або дополнительную охову. Чтобы отримать такой статус, иншаземец может подать ответное прошение у органа миграции. И на протягу трех месяцев ему может сдать отказ. Могутся отмовить, али калий человек, отримливая статус утекача, ему выдают одноразовую допомогу по мерам 5 базовых величинев. Теперь это 145 рублей. Про острой необходности держава может забеспечить жильем. Але на практице это отбывается нечасто, бо не хапает месту. После начала конфликта на Донбассе, Лукашенко спросил для граждан Украины легализацию Беларуси, навод процедуру выдачи им беларусского гражданства. Такой махчимость уже скоростались больше за 1700 украинцев. А вот текачи с близкого исхода, которые спробовали прознашую Украину трапить у Евразвяз, в Беларуси надолго не застались. Как поведомляет Держбагранкомитет, в транспортно-логистическом центре Брузги спынил работу пункта размещения беженцев. Все замежники, которые часа вознаходились тут, покинули его. Беларусская Талибашня два месяца тому поведомила, что лагерь в Брузгах зликвидованы, а утекачи с Ираку с большего покинули Беларусь. Але по факте до этого часа польские помежники затримливают невеликие группы нелегальных мигрантов, які спробуют перейти мяжу сбоку Беларуси. Вядомые выпадки колены до этого звертаются по медициную допомогу або сядят в изоляторах до депортации. Утекают украинцы от войны и в Россию, поводли звездок. А на середину травня с Украины в Россию прибыли больше за 800 тысяч утекачов. Трапить туда можно только просфильтрационный лагерь, где украинцев распытывают про политические погляды, проверяют мобильные телефоны и татуировки на теле. Одни туда едут свя дома, а другие, бо российские войсковцы, не дают выбору, владеющие гуманитарные колидоры только на территорию РФ. По моим каким-то крафтовым наблюдениям, в Россию, в Беларусь поехали те, у кого там есть семья. То есть, например, старшие родители, у кого дочь или сын живет в Москве или в Петербурге. И это тогда уже становится не про Путина. Это тогда уже становится про то, что ты хочешь поехать в квартиру какому-то своему родному человеку, который о тебе, опять же, позаботится. В среду тикачей, которых вывезли в Россию, есть и те, кто оттуда намагается выехать в европейские краины. На початок травни из Украины на Заход выехало больше за 6 миллионов человек. Из них 3,5 миллиона – в Польшу, 800 тысяч – в Румынию. Колясо 700 тысяч приняла немецкая, но и другие краины. Например, Татьяна с Киева опынулася под Мюнхеном, приняла немецкая семья. У нас есть знакомые, которые знакомы с этими людьми. Они у них тоже жили какое-то время, 10 лет назад, они их давно достаточно знают. И вот, когда началась война, эти люди, это взрослая пара, они позвонили моему знакомому Артулову и предложили помощь. Если будут люди бежать на войну, они могут пожить у нас. И так мы попали в эту семью. Жаншина кажется, что найти стало житло в Мюнхене вельми тяжко. Людям доводится тыднями жить в спортовых залах, а будь часто менять квартиры. А в осевесках, а в мястежках с этим простей. Морей с малыми племянницами опынулся у испанского мястежка Татанур, ее не Марсье. Тут ей сустрели партнеры мужа по бизнесе, они помогли снять житло. Да, вот мы снимаем здесь дом, все соседи к нам пришли, со всеми мы познакомились. И чисто тут уже, знаете, не от государства, а от человеческого фактора. Все помогают, что вам нужно, куда-то отвезти вещи, потому что я приехала в зимних вещах и принесли одежду, да, сменили. Татьяна ехала с детьми за 10 до мужа, которые работают в польско-зеленой гуры, про Спроднястровье, Молдову, Румынию, Словачину. И не на водной меже не возникло хоть каких проблем с документами. Все пропускали, рассказывая Жанчина. Все приветливо, все пытаются помочь, рассказать, направить, объяснить, потому что на границах есть бесплатные карточки связи и пытались какие-то пункты помощи организовать, там чай, кофе бесплатный, где-то на заправках, то есть если люди нуждаются в этом, то все можно было найти. Прямо на вокзале, на ЖД вокзале в Зеленой горе, там есть обустроенный пункт помощи украинцам, и они непосредственно объясняют жилье, питание, как обустроить детей, где кому какая работа нужна. За оформлением документов по усилю до помахают местовые волонтеры. Татьяна, яка живет под Мюнхеном, каже, что за их везкой заманцеваны особный волонтер, який просто сбирая по шпарте и оформляя все, что треба сам и бесплатно. Жанчина так само отрымовывая финансовую подрымку, одни мельчины. Мы получаем пособие, это 200 евро на ребенка и 350, около 350 евро на взрослого человека. Сейчас оно увеличивается с 1 июня, это будет 400 с чем-то евро взрослого человека для детей, как и остается. По меру грошовой допомоги для украинских утекачов каждая краина вызначает сама. У Испании яяя мальняма, Польша выплачивая минимальную. 300 злотых в месяц на взрослого и 500 злотых на ребенка. И как бы, ну, они рассматривают и выплачивают эти деньги на карту. По пребыванию мы имеем право быть 180 дней, то есть, ну, без всяких вопросов. То есть, живись, снимай жилье, либо работай, то есть, как-то пытайся легализоваться. Если есть у кого возможность сделать прописку здесь местную, тоже ее можно сделать при снятии жилья. А если люди живут в каких-то волонтерских помещениях, ну, как бы, у них этой возможности нет. В первые месяцы у большинства евро-развяза для граждан Украины был бесплатный громадский транспорт. После вернули оплату, но заработали ее льготной. Утикачев забеспечили бесплатным доступом до медической допомоги. Розница только в том, что у Польши немецкие медицинские медицинские выдастки покрывает державная страховка, а в Испании утикачам выдаётся дозвол на бесплатное медицинское обслуговывание. Мы уже обращались, у нас ребёнок сломал руку, мы оформили тоже, это не страховка, это разрешение на бесплатное медицинское обслуживание. То есть, если что-то вот такое экстренное случилось, как перелом руки, либо же вот плохо ты себя чувствуешь, мы берём этот листочек и едем по скорой больнице, и они всё бесплатно нас обслуживают. Татьяна рассказывает, что в Польше школу для детей зналишли прозрайонную администрацию. Теперь они занимаются в интеграционном классе, в котором делается акцент на выучении польской мовы. После чего их смогут размирковать в обычные классы. Племенники Марии бесплатно занимаются в испанской школе. Старшую, которая 7 лет, по нашим меркам она ходила на первый класс, здесь она ходит во второй. По-моему, один раз в день она ходит со специальным учителем, который с ней допустим ходит по школе и говорит это такой кабинет, как называется там стол, вот такие мини-трипы с ней делают. Помогает ей и учить новые слова и знакомит ее постоянно со школой, с местностью. У европейских краинах украинским утекачам допомогают улыбковаться на працу местовые улады, отправляют их на бесплатные умные курсы, спростили все процедуры и худко оформляют необходные документы. Факультация на унемерщине еще чекает дозволу на працу одночасово с этим учить мову, Мария в Испании уже отримала годовый дозвол на працу, нашла место маникюрницы. В Украине она держала свой 61 год ему ему нужно пройти какой-то курс подтверждения квалификации получить какую-то бумажку. Это все бесплатно, они нам помогут все расскажут, сказали не беспокоятся об этом. Усе наше суразмовцы вельми ураженные ставленем до их сбоку европейских уладов, так и незнаемых людей. Мастер может не взять оплаты за працу, калечуя, что люди из Украины. Бары не берут гроши за каву. Большая из наших суразмовцы укажут, что не плануют заставаться стало жить в Европе и плануют вортаться на родимом. Для официальных известок 1 миллион 800 тысяч украинцев уже вернулись. А кроме психологичной потребы быть дома, люди вертаются бо не могут знаясти працы, або сумовались породных. Як отзначая специалистка в пытаниях миграции, пешая великая хваль утикашов была выкликанная паникой. Теперь же люди крыхус упокоились и накировываются до хаты. Ну вот скажу так, поезд, который сегодня уезжал в Хелм, из которого пересадка на Киев, он в принципе был полный, это все были украинцы. Судя по багажам, люди ехали не на выходные, они все-таки ехали домой. Коли 8 миллионов человек в Украине лечатся внутренними переселенцами, и они были вымешены покинуть свои дамы, а лезли остались в Украине. 630 тысяч из них приняла Львовщина, где не ведется активных военных деяний. Наши корреспонденты в Львове доведались, о каких условиях тут живут переселенцы из сходных регионов и какую допомогу отримливают. Харькова я уехала 10 березня и вот тут до сих пор. Тут снимаю квартиру и сейчас живу одна. Внуки и правнуки у меня в мистецке. И внучка и правнучка у меня уехала до Польши. Я приехала в чем ну в пальто и это самое и меня тут одели, обули и накормили и дали пойки. Я два три раза я ходила брала вещи и пойки. Социальной помощью как дела обстоятся? Получили деньги от государства? Да, да, я забыла. Я получила 4 тысячи первые 4 тысячи и написала заяву в ООН и мне в конце травня дадут мне еще 3 тысячи. Начали боевых действий я узнал в Драгобыче здесь возле Львова я там проходил по программе МОМ и КАРИДАС я узнал потом поехал в Мариуполь поехал в Мариуполь меня высадили в Запорожье сказали что все уже Мариуполь окружен его бомбят я последний раз позвонил своей дочке 1 числа после этого дня у меня нету вообще с ними связи никакой дочка из племянницы с сестрой с матерью моего ребенка просто нету больше связи государство не предоставило помощь через программу ДИА я как бы частный предприниматель у меня ФОП открыт я мебелью занимался у меня два магазина было в Мариуполе мне выплатило государство 6,5 тысяч потом по программе ООН мне выплатили там 6 там 400 с чем-то тут знаете в чем суть тут люди люди мы даже не ожидали ну как я и понимал что тут люди добрые во Львове ну сейчас хит и за хит разом это просто так вот объединило нас жизнь здесь очень гостеприимные люди тут очень добрые люди тут все хорошо мы жили в підвалі підвал у нас не отапливается из-за этого всели та и поехали у нас бабуся 74 роки а вона тоже не побігає из квартиры та в підвал и там сидіти сутками тоже не варіант всели и поехали а что делать мы отримали статус внутрішньо перемещеної особи мы оформилися ну мы спочатку не оформлялися оформилися уже наприкінці квітня но допомоги еще не отримали з тих пор един что я отримала это как працюющая особа яка працювала в Харкове я отримала эти 6,5 тысяч их я отримала через дию а мы ходим сюда за безкоштовною езжу адже там где мы отримали гуманітарную допомогу мы приехали и там спочатку там ее выдавали два рази разу два тижня а потом сказали все больше гуманітарной допомоги не будет и нужно как-то выживать и мы каждый день туда-сюда приезжаем сюда с коштовной ежой беремо с собой таким чином поразмавлявши с украинскими утикачами которые теперь живут в разных краинах мы высветлили что все они суткаются с разными проблемами лишь умовы в европейских краинах не пораунально лучше чем в Беларуси так что оповеды государственной пропаганды про гостиный прием украинцев оказались фейком а как теперь особенно после массовых затриманий у докторов идут справы в беларусской медицине про это мы расскажем вам в наступном выдании программы «Счиро кажучи» Ярина Малиновская До встречи в наступной середине Кабы не пропустить новых выданий программы «Счиро кажучи» подписывайтесь на наш ютуб канал и долучайтеся до наших групп в социальных сетках Эта программа была створена беларусским расследовательским центром для Белсад ТВ